на ремонте вот такой тостер домотек модели ms 4027 тостер пришел с диагнозом не фиксируется в нижнем положении видимо какая-то механическая поломка сейчас поставим на минимальный уровень при включении он зафиксировался но тены со всех сторон я смотрю все четыре горят нагрелись ставлю меньше нет отскока мусора нет отскока тоже нет в зависимости от температуры в зависимости от вот этого положения должно больше или меньшее время выстрелить а он включается горячий но не отскакивает будем смотреть какая ситуация почему не отскакивает и не выстрелю то есть он жарит можно в принципе кстати и не нельзя выключить тоже не знаю почему за это время будем смотреть хозяйка говорит не отскакивает поэтому будем смотреть что можем сделать для того чтобы разобрать откручиваем винты 3 1 здесь и 2 здесь обыкновенная крестовая отвертка я недавно включал она еще горячая поэтому нужно если горячая осторожно не опечься чтобы снять ручку вытаскиваем на себя снимаем у нас плата есть плата управления вероятно проблема в том числе с кнопками потому что не всегда нажимается кнопка как только я включу cancel и сработает кнопка он отрубается но она не всегда сработает поэтому с кнопками тоже нужно разобраться для того чтобы открутить плату когда я показывал значит еще раз покажу кнопка одна из них конца окончания при нажатии он должен вырубиться и собственно и вырубается и когда разрывается связь смотрите здесь стоит электромагнит разрывается связь и он должен отрубиться электромагнитный электромагнит выключается и он должен отрубиться и не всегда это происходит значит проблема с одной из кнопок точно есть добираться до кнопок легко откручиваем один бинт не очень удобно откручивать но он откручивается ну и как минимум необходимо разобраться с кнопками это не все проблемы которые нужно будет решить скорее всего нужно еще снять это колесико тоже просто вытягиваем все плата у нас в руках что нужно нужно прозвонить выключателю и начнем с этого звеним выключателю значит если посмотреть то конце вот этот самый первый сейчас его проверим ставлю на прозвонку вот здесь значит буду нажимать и смотреть что происходит я нажимаю на может быть вы видите 200 должно быть 0 показывает 200 что показывает здесь при нажатии тоже до 0 не идет здесь тоже до 0 не идет ну смотрите суть в чем как минимум проблема в выключателях но это не вся проблема какая есть надо еще посмотреть реагирует ли регулятор потому что мы то им регулируем думаем что регулируем я вот допустим круче он что-то сильно не меняется сейчас еще раз сейчас еще раз так номинал неизвестен сопротивление но я проверяю что-то показывает допустим абсолютно непонятное значение не могу на чем-то конкретном остановиться то показывает то не показывает ну собственно это в этом проблема проблема как я вижу как я вижу уже проблема во первых в резисторе не адекватно показывают номинал поэтому не срабатывает когда нужно первая проблема и проблема в выключателях они тоже не срабатывают сейчас будем как-то решать вопрос так и так я хотел показать что уже удалось сделать значит вот эта кнопка все три не работают одну я уже восстановил если ее нажимать сейчас поставлю на прозвонку если на кнопку нажимать неудобно неудобно будет видно вот как-то так считается хочу поделиться как это сделать берете какую-то жидкость типа ВД у меня тут допустим нано протеп и нужно туда просто здесь как таковых зазоров нет ну сверху какая-то протечка будет если туда пшикнуть один раз пшикнули оно туда залилось при опущенном и она такая сильно заходит во все дырочки и клацаете и в принципе этого должно полностью решить проблему сейчас пробуем вторую чем все закончилось уже вторая тоже третья эвакуация 50 если сильнее нажимаешь то то срабатывает то не сработает сейчас не сработало получается то 200 то 100 а потом включается то же самое немножко добавим там такого растворителя туда попала окислы попал жир от хлебоболочных изделий вместе с дымом паром я думаю что сейчас полностью решится вопрос и с третьей кнопкой мгновенно срабатывает причем до самого нуля 0 1 кто-то может сказать что оно потом высохнет и будет ну может и так но можем эти окислы эту смазку потом она высохнет еще раз проверить ну а резистор под замену есть проблема что нужно найти именно такой резистор возможно ли это вообще сейчас буду искать но он только под замену во-первых должна совпасть размер во-вторых номинал совпасть номинал можно ли купить такой самый на 200 кг в магазине еще не знаю скорее всего что-то подобрать можно на этом все когда поменяю я думаю что это полностью решит проблему ну что же я хочу продолжить видео про тостер значит кнопки я восстановил с помощью а с резистором возникла трудность именно такой во-первых 200 килоом редкий оказался и именно такой модели я просто не нашел вот нет и все ближайшее что я нашел это вот такой резистор это на 500 килоом на 500 килоом и поэтому я решил ну сделать каким образом взять 500 килоом сюда между двумя контактами подпаяться резистором подпаяться резистором 300 килоом и суммарно приблизительно должен дать 200 килоом и в принципе у меня все получилось сейчас все пока давайте сейчас сначала вопрос номинала а потом именно 200 килоом значит что я сделал взял 500 килоомный переменный резистор вот так параллельно ему подключил 300 килоомный ну и меряю сопротивления получилось от 0 до 180 килоом значит это немножко маловато я взял не 300 а 330 килоом снова подключил получилось от 0 до 190 килоом в принципе меня это устроило будет работать не будет доходить до последней седьмой седьмого уровня на тостере ну и сначала у меня возникла мысль о том а правильно я делаю можно ли так сделать но потом когда увидел плату и когда увидел что есть тут место под это сопротивление место между вот этой ногой и нижней и средней есть место под это сопротивление изначально предусмотрено что можно менять параметры более возможно это поможет например более гладко не от 0 до 7 зажарки а от 0 до 4 и растянуть более точно выставлять время срабатывания собственно так как здесь внизу есть крепеж то я посадил на специальный силикон у меня есть термо силиконовый термоклей ну и пропаялся собственно и все единственное что пришлось срезать фаску потому что здесь на оригинале срезана лыска фаска а здесь круглый я ножиком приблизительно выставил посредине точно так же как здесь срезал обыкновенным лезвием строительным срезал фаску для надевания ручки собственно все теперь оно засохнет сюда я подключаю 330 килоомный резистор в именно заводское место ничего не мешает и все буду пробовать как работает тостер смотрите очень простая очень простой ремонт этот оказался не подлежит ремонту дорожки резистивные которые здесь полностью потеряли проводимость в утиль ну а сейчас дождусь пока засохнет силикон чтобы можно было попробовать что у нас получилось